Вот так выглядел двор возле домов на улице сельских строителей. Всю прошлую неделю местные жители, можно сказать, боролись с управляющей компанией РСУ-2, которая не желала убирать придворовые территории. Как бы это надоело, это терпеть. Начали к ним ездить, как на работу, каждый день. На что постоянно слышали ответ. Денег нет, людей нет, техники нет. Один единственный трактор на два района. Первый день, это был понедельник, когда мы первый раз пришли с утра к ним. Мы начинаем объяснять, что у нас творится, и нам подарили одну лопату. Ну, они начали говорить, что они не справляются, людей нет, техники нет, люди работают за копейки. Вы можете почистить сами вокруг своей машины, подъезд к дому и тому подобное. Мы сказали, что у нас нет лопаты, они нам сказали, что мы подарим. Нам выдали лопату и еще килограмм соли. Да, еще соли дали. Чтобы мы посыпали около подъезда, чтобы никто не падал, потому что я сама лично упала в понедельник. Подарки от управляющей компании, понятное дело, панацеей не стали. От идеи вручную солить снег здесь скоро отказались. Сугробов становилось все больше. Но местные жители не сдались. Они приняли волевое решение организовать субботник. 15 января на коллективную расчистку вышло более 20 жильцов. А управляющая компания, наконец-то, направила трактор. Мне кажется, это просто вот держите, только отстаньте. Это выглядело именно так. У трактора находится ковш с резинкой. И он не может взять вот эту всю наледь и убрать. Мы спрашиваем у РСУ, опять вот вчера ездили, поменял ли трактор ковш. Потому что нам нужно убрать все остальное. На что нам ответят, ой, извините, нет, вроде бы не поменял. У одного спрашиваешь, да вроде поменял. Опять у другого спрашиваешь, уже не поменял. Вот в итоге к вечеру... Во всей этой уборке нашлась не одна ложка дегтя. Управляющая компания отказалась расчищать снег для парковки машин бесплатно. Хорошо они организовали, чистили сами. Никто не хочет ничего. Трактор, который там чистил, заплатили денежки. Задаром никто у нас ничего не делает. И платили вот они, прям мне деньги отдавали. Я как раз подошла. 500 рублей они ему отдали. К слову, снег, который помогали собирать жильцы, за пределы двора не вывезен. За это также требует дань. Вывоза снега на Шерсу не занимается. Это только они могут отдельной строкой в платежку выносить. То есть по этому поводу мы разговаривали. То есть если вы хотите, жильцы скидывайте, по-моему, 10 тысяч рублей. По-моему, даже слышно на аудиозаписи. 10 тысяч рублей стоит вывоз снега вот этого. Если вы хотите, типа да. Они включат это в общедомовые платежки и вот так вот. И мы вам вывезем. Вывоз снега мы не вывозим. И в договоре нет такого пункта. Если хотеть вывоз, дополнительно. В машинах где-то вывоз снега 10 тысяч. Так сильно работаю. Содержание жилья включать. Общество правильное собирать. Попросим включить такой пункт. Да нам сначала в этот раз надо получить договор, чтобы смотреть, что вообще в нем есть. Здесь, кстати, написано. Только... Я не читаю. В то же время оплату за обслуживание дома никто не отменял. Люди исправно платят по счетам, хотя даже договоры на обслуживание дома управляющая компания им не выдает. За что мы платим непонятно, что компания не выполняет управляющие свои обязанности по уборке. Мы хотим добиться того, чтобы РСУ начала выполнять свои непосредственные обязанности. Это привести наш дом в порядок. Пока местные жители не намерены сдаваться и продолжат контроль за работой управляющей компании, раз сама она скоординировать себя не может. В случае дальнейших отказов в выполнении своих обязательств жильцы намерены обратиться в прокуратуру для проведения проверки в РСУ-2. Ну а в ближайших планах у горожан заставить управляющую компанию вновь убрать кашу, которая образовалась во дворе из-за осадков. Вот такой лайфхак. Хочешь чистый двор – проконтролируй работу сам. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...